Добрый день, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать на канале. Сегодня у нас 31 августа 2023 года. Хотел бы вам показать, что на сегодняшний момент представляет плод нашей тыквы. Буквально прошло здесь дней 13-14 после ручного моего опыления. И на сегодняшний момент имеем вот такую вот тыкву-плод. Вот, начал рост. Вот, здесь вчера в Могилеве были сильные дожди, гром, ливни, поэтому немного здесь вот и песок дождем облило. Ну и, соответственно, конечно, и попало к кожуре нашей тыквы. Уважаемые друзья, вчера занимался обрывом плодов женских цветков. Вот, фактически то, что увидел, я сорвал. Потом вам чуть попозже покажу, вот, какой ящик я насобирал. Вот, ну, так как у меня был уже, скажем так, горький опыт, поэтому я еще оставил еще один плод, вот, на основной плите. И второй тоже плод, остальные все плоды по возможности, то, что видел, я посрывал. Вот, потому что вдруг малый опять будет, как в прошлый раз, перестанет расти плод. И поэтому будет такая же ситуация, как обычно. Вот, поэтому на сегодняшний момент лоза растет, листья растут. Вот, температуру в парнике я смотрел приблизительно где-то плюс 25 градусов. Вот, вечерами, правда, уже прохладно. Вот, вечера прохладные, поэтому, конечно, тоже, ну, скажем так, не очень хорошо. Вот, если было бы тепло, то, конечно, бы интенсивность роста нашей тыквы была бы гораздо быстрее. Вот, сейчас, уважаемые друзья, хочу обратить ваше внимание, вот, на количество здесь сорванных плодов женских сквитков. После 50, если честно, я уже перестал считать. Вот, здесь наиболее два крупных плода, которые были, вот, я их оборвал. Сейчас хочу, специально приобрел весы, вот, хочу вам показать чуть поменьше. Вот, это два из самых основных, то есть больших, которые были, вот, их вес. Ну, это получается, вот этот плод весит, значит, килограмм 32 грамма. Вот, и второй, я тоже аккуратненько положу, ну, вот, и второй плод у нас получается килограмм 250 грамм. Вот, ну, так как у меня весы по габаритным размерам маленькие, вот, здесь ящик, как бы, ну, не предоставляется возможность. Так бы я бы взвесил, и было бы интересно, вот, и вам, и мне самому узнать, сколько весит этот ящик этих тыкв. Вот, ну, ничего страшного. Вот, лоза у нас в парнике тоже растет, растет благополучно. Здесь тоже, значит, признаков каких-то заболеваний, там, мучнистой росы не вижу. Вот, все, скажем так, благоухает, все растет, тем более, вчера был дождь. Вот, так как я уже по возможности стараюсь сюда не заходить, вот, но у меня есть после прошлого урагана здесь разорванная пленка, поэтому с одной стороны это минус, а с другой стороны это плюс. Так как вчера, повторюсь, был дождь, вот, соответственно, дождь сюда попадает, и лишний раз мне не надо здесь что-то носить и поливать. Вот, а сразу попадает на листья, на корневую систему нашей лозы. Здесь все то же самое, все замечательно, уважаемые друзья, растет. Вот, ну и по возможности буду, конечно, ходить, вот, выискивать, в хорошем смысле этого слова, ну вот, плоды и буду их обрывать, вот, обрывать, как вам известно, их надо для того, чтобы срос, чтобы росла основная тыква. Вот, вот как-то так на сегодняшний день у нас на участке обстоят дела с тыквой. Поэтому всем, уважаемые друзья, спасибо за внимание, всем удачи и хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Спасибо.